Рассаргуевская библиотека Мы их выявляем, общаясь с посетителями библиотеки и предоставляем им площадку В начале года в библиотеке открылась персональная выставка работ Татьяны Коваленко Талантливого мастера по изготовлению украшений из бисера и бусин Здесь есть разнообразные колье, браслеты, галстуки, зажимы для платков и уникальные украшения в этническом стиле В экспозиции особо выделяется украшение под названием гердан Длинная лента из бисера, концы которой заканчиваются медальоном Такие украшения были распространены во многих странах и культурах, в том числе и на Руси Это плетение на дебели На дебели пришло к нам из Африки, от африканского племени одноименного И вот это плетение позволяет использовать достаточно неровный бисер Интерес к бисероплетению у Татьяны Коваленко, как и у многих, возник в средней школе Когда модными были браслеты-фенечки Сначала плела для себя, потом для подруг и знакомых С окончанием школы угас интерес к бисеру И только после рождения детей в декрете Татьяна снова вспомнила про давнее увлечение Сейчас она не только делает сложные украшения на заказ Но и активно участвует в конкурсах и выставках А также делится своим мастерством и с другими Я сейчас участвую как преподаватель, куратор и администратор Большого интернет-проекта «Бисерный ликбез» И с этим проектом мы заняли призовые места в формуле рукоделия Это большая-большая рукодельная выставка Татьяна работает в самых разных техниках Для сложных изделий сначала, как правило, рисует эскиз Затем по нему создается схема А дальше главное запастись терпением Новичкам советуют начинать с наиболее простых техник Например, с мозаики Как уверяет сама мастерица Научиться плести из бисера может каждый Достаточно просто приобрести бисер, нитки и запастись терпением Впрочем, создавать такие шедевры под силу не каждому Бисер, советует Татьяна, лучше покупать чешский или японский А вот китайский лучше не брать Он самый неровный Бисерины значительно отличаются по размеру Для работы она использует тонкие иглы и специальные нитки для плетения Которые можно заменить на капроновые нитки или даже рыболовный шнур У мастериц по бисероплетению инструментов достаточно много Помимо иголок это круглогубцы для работы с крепежом А еще нужны пассатижи, кусачки и специальные ножницы Может пригодиться даже клей Словом, нюансов много Так что если вы давно мечтали заняться бисероплетением Приходите в Расторгуевскую библиотеку Здесь в ближайшее время Татьяна Коваленко планирует провести серию мастер-классов А если будут желающие, организовать занятия на постоянной основе Екатерина Борисова, Егор Хлябев, Сергей Ларин, ВИВИДНЕТВ